Итак, встречаем! Товарооборот бизнеса более 50 миллионов в год, годовой доход более 2,5 миллионов рублей. Команда насчитывает более 8 тысяч партнеров. Прямо из Самуи встречаем бриллиантовый директор Влад Егорова! Аплодисменты! Спасибо всем большое! Как после Белоснежного выходить сюда, на эту сцену? Нормально, Лук? Укороченный? Как тут? С галстучком нормально? Все окей? Ладно, мужчины, давайте начнем. Сейчас сделали представление, смотрю и думаю, нифига себе, я ли вообще это здесь есть? Я ли здесь стою вообще на сцене? Потому что я помню, когда-то я сидел на таких же форумах в зале, думал, вот я и сцена стопудово несовместимы. Вот сейчас выступая на эту сцену, хочу сразу сказать, мужчина, совместимы абсолютно все. Абсолютно все. Мой пример тому доказательства. Но давайте начнем, у нас время пошло. Я про себя всегда говорю, что я прошел путь от монтажника-инженера до предпринимателя. И в принципе, как раз моя задача сегодня показать, как я проходил этот путь и что мне помогло пройти этот путь. Пришел я в этот бизнес 9 лет назад по приглашению своей супруги. Мужчины, поднимите, пожалуйста, сейчас в зале руки, кого тоже в этот бизнес, либо на этот форум пригласили ваши вторые половинки. Много, да? Вас достаточно. Супер. Поднимите еще также руки, пожалуйста. Кто из вас, когда вам впервые сделали продолжение сотрудничестве, ну, как-то не очень позитивненько отнесся к этому бизнесу? Мне кажется, столько же рук, да? Мне кажется, каждый мужчина, кого приглашает, как-то не совсем корректно относится. Это нормально, друзья. Почему? Потому что у многих мужчин есть разные стереотипы, связанные с этим бизнесом. Поэтому может быть разная реакция. Вот у меня было именно так, потому что до этого бизнеса меня приглашали разные финансовые пирамиды, лохотроны. Кого, кстати, тоже приглашали до этого бизнеса разные. Вот есть, да? Вот я после этого вывода сделал однозначно для себя вывод, что ни в какие-то такие схемы я вступать не буду. Поэтому, когда мне пытались рассказать про EFM, я попросил больше ко мне вообще с этой темой никогда не подходить. И полгода я оставался самым сильным негативщиком, который может вообще только встретиться в этом бизнесе. Почему я все-таки пришел в этот бизнес, и что мне помогло свою точку зрения поменять? Как я вам говорил, меня пригласила сюда супруга моя. И глядя на то, что делает Ирма, я видел, в принципе, что она ведет честный бизнес. Я видел, о чем она разговаривает с людьми. Я видел, как она относится к этому бизнесу. И, в принципе, для меня, как для мужчины, ключевым фактором, что послужило. Я познакомился с Ирмой, когда ей было 22 года, она только закончила университет. Она говорит, если ты мне не веришь, пойдем со мной в банк. Она тогда уже была предпринимателем. И банк на моих справках этой девочке в 22 года выдает справку, что ее доход за год составил 1 миллион 150 тысяч рублей. Я... Я, как инженер, в год зарабатывал 200 тысяч рублей. Я задал, в принципе, логичный для себя вопрос, кто из нас дурак. И смысл спорить с этим, да? Потому что мне очень нравится, как говорит наш наставник, что мужчина, в принципе, друзья, это не только тот человек, у кого между ног болтается. Мужчина – это не только тот человек, кто может хорошо матом ругаться, да, или хорошо много пива пить и так далее. Мужчина, в первую очередь, друзья, тот человек, за кем уверен. И я всегда хотел бы тем мужчиной в семье, за которым будет уверен, друзья. Поэтому, глядя на то, что делает Ирма, глядя на результаты Ирмы, я никогда не мог себе позволить делать что-то меньше и добиваться меньших результатов, чем добилась Ирма. Вот кто со мной солидарен, мужчины? Есть такие среди вас, да? Очень радует, что практически каждый поднял руку. И я как считаю, друзья, я всегда говорю, вот сильный мужчина, он в любом случае всегда будет поддерживать женщину, а слабый он всегда будет стараться опускать. Почему, ответила Марию Колосову на этот вопрос, смелость изменения? Человек просто боится изменений, боится принять решение, чтобы измениться, вот и все. И почему этот бизнес, да? Сейчас на слайде вы видите того Влада Егорова, который был 9 лет назад. В принципе, вы видите тот круг общения, который у меня был, тот стиль жизни, который у меня был, тот отдых, который у меня был, да? Потому что я вырос в маленьком городе, и в маленьком городе у нас вот такой был подъездный стиль общения. Да, вот у кого тоже был такой вот стиль общения в подъезде собираться? Есть? Ну вот я вырос в таком обществе. Для меня отдых всегда ассоциировался какие-то посиделки с друзьями в кафе, где мы какие-то события отмечали, это вот максимум, да? Ну и в принципе, это вот монтажник-инженер Влад Егоров 9 лет назад. Что? Что поменялось? Вот смотрите, друзья, почему я еще выбрал этот бизнес? Потому что, глядя, я вам говорил, у меня пришла супруга в этот бизнес, да? Я видел, что она ездит на банкеты директоров, она уже какие-то доходы получает. Я прекрасно понимал, что именно с построением этого бизнеса для меня станут тоже доступны лучшие сцены мира и нашей страны. К примеру, если раньше был отдых, это как я вам показывал в кафешке, то сейчас это отдых в лучших местах России, это спорткомплекс олимпийский, это гостиный двор, это лучшее окружение лучших предпринимателей, которые вот собираются на таких мероприятиях. И вот сегодня уже озвучили, да, что благодаря этому бизнесу даже стали доступны, что для нас с Ирмой открылись двери для встречи с королевой Швецией Сильвей. Вот я всегда этот факт привожу на встречу, друзья, да, потому что я считаю, это офигенный критерий серьезности, показатель серьезности бизнеса и компании. Вы согласны с этим? Потому что я не думаю, что королева Швейца стала бы пачкать свое имя и встречаться с всякими непонятными алхотрончиками и пирамидчиками. Что дальше? Смотрите, друзья, мне так же нравится, как Саша Васильев, мой наставник, всегда говорит одну вещь, что гордиться надо не тем, какой ты есть, гордиться надо тем, как ты меняешься. И простой вопрос, который я всегда задаю на всех встречах, скажи вот то, какое ты есть сейчас, позволит тебе жить так, как ты хотел бы жить на самом деле. Если да, нет проблем. Если нет, стоит задуматься. Вот я для себя однозначно сказал, что нет, и стал меняться, и было три причины, почему я пришел в этот бизнес. И вот одна из причин, почему я сюда пришел, это путешествие, друзья. Я относился к той категории людей, кто ни разу не путешествовал, но очень любил путешествовать. Есть такие среди вас? Я в принципе ездил на нашу юга, ребят, но для меня какого-то хотелось другого, более крутого стиля отдыха. И вот мое первое путешествие, мой первый полет на самолете, это был месяц компании RFM, это был 2011 год в Португалии, ребят, это был лучший отель в Лиссабоне. Впервые увидел вообще океан, это был край света. И я помню до сих пор, как я с Португалией звонил всем своим друзьям, мужчинам, говорю, как вы от этого можете, отказаться. Потому что я уверен на тысячу процентов, друзья, вот те, кто хоть раз в жизни будут путешествовать с RFM, никогда в жизни больше не смогут отказаться от такого стиля жизни с RFM. Ну, по крайней мере, было у меня так. Когда я был в Лиссабоне, в Португалии, я себе сказал, вот я так хочу жить всегда. Вот я так хочу жить всегда. И я для себя, помню, тогда сказал, что в принципе я буду самым лучшим предпринимателем этого бизнеса. По поводу профессионала, друзья, я только в этом бизнесе начал книжки читать. И хочу подметить, что сейчас вас на первом этаже в холле ждут великолепные книжечки. Я очень люблю книжечки Джорна Каллинча, перечитал очень многие его книги. Они сейчас продаются здесь, очень рекомендую. Очень рекомендую книгу Дональда Трампа, тоже продается. Обязательно тоже купите, не пожалейте. Лучше инвестиции, которые можете сделать это в свои мозги. Следующая конференция, мое путешествие, такое, знаете, памятное, это была Америка, Майами. Я из маленького города, города Канашей, Америка. Вообще, даже всегда, никогда даже не думал, как я вообще там могу оказаться, потому что как-то всегда было далеко для меня. Ну, эта мечта существовала с Министерой Фэн, друзья. И, знаете, что самое главное, мужчины, что самое главное? Я всегда говорю, что именно благодаря развитию своего бизнеса с данной компанией для нас, с Ирмой, стали открываться страны другого класса. Вот кто бы хотел, чтобы для вас страны именно таким же образом открывались, друзья? Не просто там поехать по обмену, по программе World Control, как многие ездят, а вот именно с развитием бизнеса, чтобы для вас стали открываться другого класса страны. И буквально, как сказали, вчера мы вернулись с острова Самуи, это была наша такая первая поездочка почти на месяц на этот остров, чтобы тоже понимали просто по цифрам, что может дать бизнес. Вот это путешествие на всю нашу семью обошлось в 300 тысяч рублей. Я раньше в год зарабатывал как инженер 200 тысяч. В принципе, о каком отдыхе могла идти речь? Вот о таком отдыхе могла идти речь? И что мне больше всего впечатлило? Вот я пришел на финансовую свободу, друзья, что это я вкладываю сюда? Я уезжал на Самуи, нам компания деньги перевела. Я отдыхаю на Самуи, нам компания деньги перевела. Я еду в Самуи, в Россию, в самолет, нам компания опять деньги перевела. Я абсолютно каждого из вас приглашаю вот на такую финансовую свободу, друзья. Третья причина, почему я сюда пришел, это деньги. Это деньги, друзья. И один из ключевых критериев, который я увидел для себя в этом бизнесе, это управляемость дохода. Что, если я, допустим, раньше работал и получал какие-то 20 тысяч, но я хотел зарабатывать 100-150 тысяч, но я не знал, что мне надо для этого сделать. Здесь абсолютно каждый из вас может просчитать, что тебе конкретно надо сделать, чтобы зарабатывать 100-150 тысяч и так далее. Мы закрыли два больших звания, супруга в этом бизнесе и только за один месяц нам компания перевела 1 миллион рублей, друзья. Только за один месяц. И знаешь, что самое уникальное? Что вот это доступно каждому из вас. Не просто нам, не просто каким-то спикерам. Каждый из вас, я каждому рекомендую, сделай просчет после этого мероприятия, что тебе надо сделать, чтобы заработать 1 миллион в месяц. Не буду здесь долго останавливаться. Решили базовые потребности, как наличие своего автомобиля Volume 60, который мы получили в подарок. Это второй наш автомобиль, это Reframe в подарок. И покупка недвижимости в центре города Чебоксары. И смотрите, вот все, что я вам сейчас показал, это не было просто на щелк. Щелк, машина появилась, щелк, квартира появилась, щелк, сами по себе путешествия появились, друзья. Были разные этапы. Этапы, когда что-то получалось, когда что-то не получалось. Этапы, когда что-то совсем не получалось. У кого, может быть, среди вас сейчас есть такой этап, ну вообще не прет, делая и не прет. Есть? Друзья, вот я хочу сказать, все мы эти этапы проходили, абсолютно все. Просто, что мне помогло в свое время не сдаться, это видение своей жизни и моей цели. Мне очень помогло упражнение, каждому рекомендую сделать обязательно со своими директорами, наставниками. Упражнение называется «Моя жизнь через 5 лет». Как бы ты хотел жить через 5 лет? Потому что, когда я был таким же гостем на таком же мероприятии, друзья, я себе написал, что я хочу быть тем Владимир Егоровым через 5 лет, который будет зарабатывать по 250 и более тысяч рублей, который будет жить в своем частном доме, ездить на дорогом внедорожнике и по 4 раз в год отдыхать всей семьей. Вот эта картинка мне помогала не сдаваться. Вот именно этой картинкой я мог закрыть рот абсолютно каждому человеку, который мне пытался доказать, что этот бизнес фигня и не серьезно. Правильный приоритет, смотрите, друзья, когда пришел в этот бизнес, я всегда говорю, в чем проблема многих людей, они пытаются быть везде и нигде по-серьезному. Поэтому они чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там и везде результаты какие? По чуть-чуть. Поэтому, когда я пришел в этот бизнес, до этого бизнеса серьезно занимался футболом, у меня были 3-4 раза в неделю тренировки, но когда я понял, что я хочу получить через 5 лет, то, что я вам сказал, я понял, что, наверное, футбол меня к этому пока не приведет. Я решил на какой-то период времени отказаться от тренировок и посвятить себя только пока бизнес. Я отказался от частых поездок домой, потому что я живу в регионе, если я раньше ездил каждую неделю, то сейчас я стал ездить раз в месяц. Я отказался от общения с друзьями и заменил это время на встречи в этом бизнесе. Почему я отказался от общения с друзьями? Потому что они плохие друзья. Я их не послал, мы с ними не поругались, у нас хорошие отношения. Просто я понял, общаясь с друзьями, у меня прокрадывались мысли, что, а нафиг напрягаться, так же хорошо. Есть с кем выпить, есть с кем посидеть, они тебя всегда поймут. Поэтому я решил, что я лучше это время пока заменю встречами и теми делами, которые меня будут вести к результату. Никогда не забуду ключевой фактор в принятии моего решения. Может, кому-то тоже за вас поможет, послужило следующее. Я еще даже не был в Арифейм, сидел с одним своим товарищем, предпринимателем, крупным у нас в Чебоксарах, и он говорит, во сколько лет работаешь? Я говорю, пять лет. Чего добился? Я говорю, все впереди. Ну мы же все так думаем. Хорошо, дальше пять лет будешь ходить на работу, чего добьешься? Все изменится, откуда что-то свалится. Но он задал мне ключевой вопрос. Влад, скажи, а что ты делаешь свободно от работы время? Я сказал, ну что я делаю? ФБО играю, с друзьями гуляю. Я никогда не забуду, как он мне сказал фразу, он говорит, дурак ты, Влад. Я говорю, в смысле дурак? Ну а что, говорит, вы все хотите жить офигенно, а все сами все свое свободное время смываете в унитаз. Вы знаете, я когда пришел в этот бизнес, и никто вам не может на 100% сказать, получится у вас результат или нет, но я понимал одно, то, что я буду делать сейчас в этом бизнесе, оно хоть как-то может мне приблизиться к той жизни, в которой я хочу жить. Если ты в какой-то сфере говоришь нет, заменяй это большим количеством действий. Кого из вас не поддерживают дома? Есть? Вот меня тоже не поддержали, я сказал, окей, я больше домой не приеду. Я сказал, пока я не сделаю директор, я домой не приеду. Но я прекрасно понимал, что когда я в какой-то сфере говорю нет, я это должен чем заменить? Офигенной пахотой в этом бизнесе той сфере, в которой ты говоришь да. В чем проблема многих людей? Болтать все умеют. Да я, блин, в этом бизнесе, да по-любому, но почему-то продолжает дальше комфортно жить и работать. С таким темпом тяжело сделать какие-то большие прорывы. Я понимал, что если я сейчас не сделаю результат, вспомнятся косяки со всего детства. Не только за счет этой неприезда домой, да? Все косяки со всего детства. Поэтому, если вы приняли решение работать в этом бизнесе и каким-то сферам отказываете пока себе, то будьте добры, замените это офигенной пахотой в том направлении, куда вы говорите да. Никому не дам возможности радоваться своим неудачам. Смотрите, друзья, сидел на встрече, одна встреча меня по-хорошему разозлила. Не человек, а именно встреча. Он говорит, два таких умников, как ты, полгорода бегает. Я говорю, в смысле? Да, дофига таких, как вы, которые, когда я через полгода буду жить, да там на ехотах кататься, проходят пять лет, живут еще хуже, чем я. И знаете, мне эта встреча очень хорошо в свое время разозлила. Я для себя сделал принцип, что я хрен кому дам удовольствие, доставлю такое удовольствие радоваться своим неудачам. И последнее, чем бы я хотел закончить, это уже были мои лайфхаки, и хочу поделиться в конце своим бизнес-хаком, который мне очень сильно помог. Кстати, мой наставник же Александр Васильев, потому что, когда я приходил в этот бизнес, у меня было очень много вопросов, очень много разных ситуаций. Я договорился на встречу с Сашей, и он говорит, прежде чем отвечать буду на твои вопросы, давай тебе покажу одну штуку. И он мне показал вот этот треугольный достижение цели, после чего у меня отпали все вопросы, с которыми я к нему пришел. Я просто понял, куда мне надо копать и что мне надо делать. Когда у тебя есть какая-то цель, по пути к этой цели у тебя всегда будут какие-то трудности, преграды встречаться. Делая только большое количество действий, у тебя появятся способности, после чего ты добьешься результатов. Мы с дочерью уходим на фигурное катание. Ребят, когда мы пошли на фигурное катание, она падала, она не могла стоять на коньках. Трудность? Трудность. Могли уйти? Могли, но делая большое количество действий, мы взяли второе место, мы взяли разряды, она сейчас хорошо катается. Как говорил Мария, у нее сейчас есть офигенные цели участвовать и побеждать в соревнованиях. Через что это появилось? Через большое какое-то количество действий. Как перевести на наш бизнес? Очень просто. Когда-то я познакомился с девушкой, она говорит, я стал директором за один каталог. Я говорю, каким образом? Я просто за один каталог взяла и провела 300 встреч. 50 человек мне сказали, да, мы начали с ними работать, сделали директора. Второй человек с нашей командой по поводу большого количества действий, это Александр Арсентьев, друзья, это директор нашей команды, человек до РФМ, кандидат в мастера спорта, человек реально с головой, закончил университет, никуда не пошел работать, получил тачку от РФМ, стал директором. Но самое уникальное, что он стал директором, когда он тоже провел свои 300 встреч. Он зачеркнул 300 кружочек, закончил 300 презентацию и он стал директором. Поэтому я хочу, что вам пожелать, друзья? Я хочу каждому из вас, каждому мужчине сегодня пожелать, делайте свое количество, потому что у кого-то это будет 300, у кого-то 301, у кого-то 500, но делай до тех пор, пока ты не добьешься результатов. Ты мужчина, у тебя все получится. Всем успехов, друзья. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ого! Ого!